Всем привет! Примерно год назад я делал ролик про переделку журнального столика. Ну а сегодня я сделаю такой же столик на заказ, но уже полностью с нуля. Да и вдобавок решил совместить проект с как раз проходящим у фирмы Парумати конкурсом столов. А вот правила конкурса почему-то прочитал в самый последний момент, когда уже монтировал ролик. И оказалось, что были требования к размеру столешницы, которая должна была быть не менее чем 0,36 метра квадратных. В общем, хотелось бы, чтобы конкурсы такие были каждый год. Столик я начал с того, что склеил дубовые доски, отрезал брусок в размер 510 миллиметров, это максимальная длина, которая помещается в токарной, срезал углы и приступил к точению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Влагомера у меня нету, так что насколько доска сухая, я сказать не могу. Но вроде как тот, кто мне ее продавал, сказал, что она камерной сушки и, по идее, не должна превышать 10%. Но на всякий случай я распущу доску на 3-х сантиметровые бруски и склею их в щит. Таких щитов будет 3 штуки, 2 пойдут на столешницу, а один щит пойдет на ножки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один из щитов, который предназначался для ножек, прошел через рейсмус. Все остальные щиты пришлось прогонять на ЧПУ. А теперь те самые 10% стола, которые будут выполнены из сосны. Дело в том, что этим методом я буду пользоваться впервые, поэтому не хотелось бы накосячить уже на дубе. На ЧПУ я вырезал элемент, на котором был задан нужный мне угол. Настроив пильный диск под него, я нарезаю 4-х сантиметровые рейки, задавая с обеих сторон нужный мне угол. А дальше нарезаю их на одинаковые кусочки по 65 мм. Это я проглядел, что запотел объектив. На обычный малярный скотч я укладываю все эти брусочки и скручиваю это все в колесо. К этому обручу я сразу приклеил дно столешницы и с помощью фрейзера к циркуля. И 50 мм прямой фрезы я выравниваю обе части. Ну и внутри, конечно, приклеил две небольшие рейки, которые будут стенками ящика. После шлифовки на стены я наклеил дубовый шпон. Для фрезеровки пазов ножек пришлось придумать специфическую рамку для фрейзера, так что, чтобы это все не было впустую, надо бы начинать продавать такие столики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вроде как осталось сделать небольшой ящик. Делать его также буду из дубовых остатков. Единственная разница будет в том, что в предыдущем ролике я фасад делал из фанеры и гнул его путем частого пропила этой самой фанеры. А в этот же раз я попробовал согнуть дубовую ламель с помощью строительного фена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Осталось прикрутить ножку к самой столешнице, добавить дно ящика из ДВП и прикрутить нужную фурнитуру, покрыть маслом и все готово! Субтитры сделал DimaTorzok Пока!